378 стартапов, 37 городов, 15 стран и более тысячи участников. На языке сухих цифр Казанская венчурная ярмарка выглядит именно так. Но даже эта внушительная статистика не в силах передать той атмосфере, которая царит в эти дни в Казанском Корстене. Уже только то, что в 16-е, может быть, даже больше раз мы собираемся ежегодно для одного и того же, для того, чтобы посмотреть на новые проекты, для того, чтобы, может быть, что не менее важно, встретиться с коллегами, обменяться мнениями и двигаться вперед. В этом очень важном направлении. Уже одно это говорит о том, что проект живой, он будет жить дальше. Я думаю, что мы должны все вместе поблагодарить Республику Татарстан, которая очень много сделала для того, чтобы вот этот проект был молодым, был успешным и, я думаю, и будет дальше точно таким же. Спасибо. Казанская венчурная ярмарка действительно способна удивить и даже сразить наповал многих. Ведь многие проекты, представленные здесь, это попытка заглянуть в недалекое будущее и сделать его чуточку лучше. И судьбу этих проектов будет решать не только экспертное жюри. Казанская венчурная ярмарка – настоящий рай для инвесторов. Здесь можно найти идеи и уже реализованные проекты на любой вкус, цвет и даже размер. Кстати, о размерах. Наверняка каждый из вас сталкивался с желанием примерить обувь, которую вы покупаете в интернете. Было такое? Тогда у нас для вас хорошие новости. Наш проект заключается в следующем. Человек не покупает никакие приборы для себя, он пользуется мобильным телефоном с помощью Structural Sensor, который уже будут, например, в Apple через год. С помощью Structural Sensor он сканирует свои стопы, стопы родственников, детей, сестры. И, пользуясь приложением, которое разработано и протестировано, может сравнить свою колодку, колодку своей стопы, с обувью. Обувь отсканирована прибором. На экспозиции можно увидеть немало проектов, посвященных, казалось бы, уже давно решенным проблемам. Но познакомившись с ними поближе, понимаешь – это реально круто и, главное, полезно. Мы представляем проект «Кран в кармане». Это портативный подъемный кран, который можно перевезти в легковом автомобиле и силы двух человек в течение 10-15 минут привезти его в рабочее состояние. Ну, что-то вроде мясорубки. Мы купили, мы не регистрируем в Ростехнадзоре, взяли с собой или дали соседу там попользоваться. То есть это реальный инструмент, который может пользоваться практически каждый. Свои проекты на ярмарке представили и вузы республики, в очередной раз доказав и показав всему миру, где рождаются креативные идеи. У нас есть специальная аудитория, в которой идут занятия. То есть это обычная аудитория, где задается определенная программа и в зависимости от того, какой час на утренний, вечерний, обеденное время, создается приятная, удобная световая обстановка. И мы можем с помощью света либо успокаивать людей, либо наоборот студентов, которые занимаются, активизировать. Потому что бывают пасмурные, хмурые дни, когда студент приходит, садится в аудиторию, хмуро, пасмурно, а заниматься ты не хочешь. Это дентальбелярная модель для усовершенствования мануальных навыков студентов-стоматологов и практикующих врачей. Да, и они все смогут оттачивать свои навыки, чтобы подходить к пациентам уже опытными, чтобы отточить все свои возможные будущие манипуляции. У каждого студента-стоматолога-стоматолога будет своя такая челюсть. Каждая такая челюсть вставляется вот в такую модель, в наш фантом, который, как видите, он есть и с торсом, и можно его прикрутить к зуботехническому столу. Разработчики из университетов наравне с другими участниками поборются за право войти в число 15 компаний, которые получат до 8 миллионов инвестиционной поддержки. Александр Александров, Леонард Валерьяров, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова